Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1123. События дня. Псалом 34, 9. А моя душа будет радоваться о Господе, будет веселиться о спасении от Него. Все кости мои скажут, Господи, и кто подобен Тебе, избавляющему слабого от сильного, бедного и нищего от грабителя его? Господи, восстали на меня свидетели неправедные, чего я не знаю, о том допрашивают меня. Воздают мне злом за добро, сиротством душе моей. Это наше объявление. Об умершей Анастасии говорится потом, что тут дети, и сказали, вы дайте объявление, кто-то что-то поможет. Ездра, видел ли сон не так давно, где вам помогаю надеть обувь, если не ошибаюсь, валенки. Всем огромный низкий поклон. Я отвечаю, принимаем всего, слава Божьей. Как раз мне трудно было надевать валенок на правой ноге. Повреждение. Благодарим за все, владыку неба и земли. Сергей. Отец Игнатий, помолитесь обо мне, чтобы я энергичней стал и делал все быстрее, по Слову Божию, во славу Божию. Крепко обнимаю тебя, низкий поклон Матушке Надежде, брату Владимиру. Аминь. Евгения. Игнатий Тихонович, ближайшие полгода не смогу посещать занятия. Уезжаю рано утром в Киев, потом в Варшаву, а далее на немецкую границу, на завод по изготовлению сантехники, кораблям и яхтам. Интересно как. А то, что особая там эта сантехника, кораблям и яхтам, я никогда не знал даже, что это отдельное предприятие, завод. Может, немного позднее смогу с вами связаться, как немного обживусь там, извините, что не созвонились с вами до отъезда. Ответы на вопросы дарует нам Господь, Бог. Слава Христу! Я отвечаю с Богом. Наталья, вот антиевангельская вера. Это если бы не труд Игнатий Тихоновича, где бы мы были сейчас ни покаяния, ни рождения свыше, ни изучения Слова Божьего, а один садизм какой-то. Благодарю Бога, что уберег меня от этого монашества, а то бы и приняла и бросила бы детей. Ужас один! То есть, как это вам подбивали? Раз ты монашка, то я. Ну, вот Гангельский собор это все предал тоже запрету, подклятву написано. Родителей кто бросает, как муж жену, жена мужа бросает, как дети, родители, все разное, все это под закон. Стало государство разваливаться. До 50 тысяч были в монастыри. Дмитрий Лемеш. Сегодняшнее монашество, а не апостольского, когда они подвязались и ждали сошествия на них Святого Духа, после чего отправились благовествовать. Монашеское учение просто-напросто извращено. Ну, то есть, если считать то, что 10 дней они сидели жить обещанного Духа. Вот это я назвал монашеством, но они повторяют это. Роман. Мое и ваше житие не лучше пока что. Наталья. Разбор по житиям святым о клятве. Прослушав этот ролик, получается, святые, как будто мимо ушей слово Господа нашего Иисуса Христа пропустили. Не клянитесь, Дмитрий Лемеш. Апостол Яков также строжайше запрещал клясться. Смех смехом. Но тот же, даже Стерликов, этот пакт заметил. И в одном из своих интервью относит это к сатанизму. Наталья. Это как же надо считать Евангелие? Эти слова пропустить тут и бестолкование. Понятно. Как язычники клянутся всем, что имеют? Получается, чем же лучше христиане, язычников? Дмитрий. Да, это бесполезно, Наталья. Беседа со священниками МП об Евангелии, евангельской жизни одномоментно запишет вас в разряд сектантов, еретиков или духовно больных, имеющих уши дослышать. Наталья. У арабов, беседуя, замечаю, когда кто-то что-то говорит, поклянись, я тебе не верю, особенно взрослые люди, христиане, говорят. Они в ответ, не веришь, это твое дело. Много раз слышала при беседе. А армяне, особенно греки и русские, как начнут клясться только чтобы добиться своего? Это точно, скорее всего, скажут в прелести или беснуется, Дмитрий. Мусульмане еще чаще клянутся, причем без надобности, постоянно, при любом разговоре, я тебе говорю, клянусь Аллахом. Я одно время активно занимался боксом, и было время, много ребят, чеченцев и дагестанцев, намаз совершали с виду ревностные. Но, повторюсь, клянусь, из их рта постоянно выскакивало, уши все резало, Наталья. Хотела об этом сказать, что я тоже жила с семьями чеченцев. Ужас, как начнут клянуться то головой детей, то головой матери, то душой и головой Аллаха. Ужас. Эти, которые так клянутся, очень агрессивные и хамоватые, и свое хамство перед родителями скрывают. А как на улице среди ребят? Ужас. Дмитрий. Я бы об этом сказать, что я тоже жила с семьями чеченцев. Видимо, она... Ужас, как начнут то головой детей, так... А то вот Аня как раз про это и сказала. Наталья, это надо убрать. Ну, убрать, так убрать. Совершенно верно. Мой муж тоже клялся много. Но я ему объяснил, а прямо было сделано перед его матерью и сестрами. Ему стыдно было. И родственниками сейчас, слава Богу, перестал. Только в ответ не веришь. Не надо. И все. Я даже удивляюсь, когда не лжет. Потому что человек, который лжет, а потом перестает, доверие пропадает. Вот еще как. Ну, ладно. Мусульмане еще чаще клянутся. Причем без надобности. Постоянно. При любом разговоре. Я тебе говорю, клянусь Аллахом. Дмитрий. Тут один нюанс. У христиан и у святых Евангелие было. А у язычников никто не проповедовал. Они не осознают, что клясться нельзя. Но когда им начинаешь объяснять, они задумываются. Я заметил, у людей, которые клянутся, очень быстро седеют волосы. Несмотря на возраст. Из этого ролика ясно. Почему сейчас делят монастыри, а никак не поделят. Вот и Украина. Вот тут указано, какое место. А Елена. Ну, про седые волосы ты загнула, Наталья. Наталья. И Игнатий Тихонович. Замечательный рассказ по совету Элю Виктору. Спаси Христос вас. Насколько вы проницательно даете совет. И сколько много, знаете, от ваших знаний, и мне интересно. Роман. Мир вам. Я очень доверяю вашему слову. Доверяю, Игнатий Тихонович. Поэтому оно на меня действует почти напрямую. Почти без рассуждения с моей стороны. Но иногда появляется мысль рассуждения подобного рода. То переодевание женщины на венчанию старообрядцев подобно тому, как одевают кольца по мирскому обычаю. Не были женаты и не были замужем. Нет кольц. А когда расписались замужем, то и кольца получили. Может, так лучше рассуждать? Игнатий Тихонович. Я отвечаю. Как-то так и другое. Как-то так и другое. Рассуждения не должны быть от вымыслов человеческих. Тем более о покрытии женам голов, женам. На молитве. Или пророчествование напрямую говорится в Слове Божьем во Святой Библии. А об остальном нет даже намека. Не прибавлять и не убавлять. Ни налево уклон, ни направо. Да у нее влечет к крушению при обратном рассуждении. Нам надо это, Андрей. Ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом. Вот видите, как встречается Слово Божие в разговоре. Послание, как мне видится, могущественнейшее перед самым богатым телепузиком. Либо наипопулярнейшим философом всезнайкой или психологом высшей категории. В процессе развития технологичности и обустраиванности комфорта мира, тем самым самоустраняется... Вот это... Считайте дальше сами. Считайте дальше сами. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Постепенно все-таки выходит. Андрей, спасибо. Мы живем для того, чтобы бороть грехи внутри себя. Как говорил Николай Гурьянов, держи сердце в раю, а голову в аду. Поэтому он предпочитает себя считать грешником, а не праведником. Опасно считать иначе. Извините, я неотлично знаю Писание. Ну, Гурьянов сказал, еще с искажением. Это Пимен Великий говорил еще. Тут где будешь, а где сатана мучиться в аду? То есть они брали, кто больше всего унищижается. Могли делать такие вещи, прямо суперпакостные. Я жития насчитывал. Показать смирение. Он такой смиренный, смиренный. Он все делает вопреки тому, что принято. Горья слушал, он может туда упасть, вывалиться, показать. Я презираю эту одежду. Вот это же не сегодня началось. Ну, и за... Это получается у нас сегодня воскресенье. Ролик-то за субботу, что было вчера. Приехал отец Аким. Заходил, здесь сидели. Вечерняя была вечером. Вот этот... Больше-то ничего такого и не было. Молились. Вот показать мои ресурсы можно. А это мой мир. Я люблю эту систему. У меня заказчика опять идет сейчас. Собрание на ежнее. Воскресное. Нет, это вот. Ну, и православный форум большой. И православный видеоканал, открытый моком во свете Библии. Ну, и еще у нас есть во свете Библии православный библейский сайт. Больше такого-то ничего и не было. Это вот событие за прошлый день, в субботу. Академия. Спасибо. Спасибо.